приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про патч 120.1 вышла новость про супер тест у нас почему-то сначала на ру-регионе будет супер тест а потом только через неделю у нас будет общий тест доступный всем патч 120.1 на и у регионе я так понимаю там наверно уже запустили тест люди там уже тестируют новую ветку и так далее я в прошлом видосе рассказал что нас ждет в следующем патче но вот оказывается что некоторые вещи на ру-регионе будут абсолютно другие не такие как на остальных регионах поэтому нужно сделать еще один видос и это он в нем поговорим что отличается что нас в принципе ждет на самом деле меня порадовала что патч 120.1 не проходной а в нем много контента но некоторые вещи мне не понравились но и как раз те вещи которые мне не понравились они будут на и у а у нас на ру-регионе совсем по-другому как ни странно если после супер теста все будет более менее нормально но я так понимаю добавится все на общий тест и после общего теста попадет к нам на основные сервера и то что нас ждет в патче 120.1 на нашем регионе мне нравится больше сейчас расскажу почему во первых обновленная механика работы снаряжение маленькие ремки аптечки и даже огнетушитель они будут теперь работать так же как и большие дорогие расходники то есть ручной огнетушитель он переименуется в маленький огнетушитель и будет тоже сам срабатывать так же как и большой единственно что он не будет давать пассивный такой бонус в виде защиты от пожара который постоянно работает в виде десяти процентов в большом огнетушителе эти десять процентов остаются они работают а в маленьком огнетушителе его не будет плюс еще к тому же пока три секунды огнетушитель и маленький большой работает и двигатели баки не могут быть повреждены то есть целые три секунды можно расслабить булки и мы не загоримся еще раз это конечно происходит редко но бывает что же касаемо большого огнетушителя в честь чего он теперь будет стоить 20000 в честь того что он заряжается 90 секунд и у него есть постоянное действие минус 10 процентов от шанса возгорания а вот маленький он заряжается 105 секунд но стоит всего лишь 3000 на мой взгляд теперь можно будет пофармить серебрышка побольше поскольку в каждом бою ты отдаешь там практически по 60 тысяч за эти расходники теперь можно будет чаще пользоваться маленькими ремками аптечками и это хорошо тем более я знаю что многие и сейчас ими пользуются что касаемо аптечки маленькая аптечка теперь тоже будет лечить всех раненых членов экипажа снимать эффект дезориентации но опять же перезарядка 105 секунд а у большой аптечки 90 но большая аптечка дает пять процентов от времени дезориентации и 15 процентов защита экипажа от ранений маленькая аптечка такой не дает что касаемо ремкомплекта то же самое починка всех поврежденных модулей перезарядка те же самые 105 секунд стоит 3000 опять же пока работает ремка или аптечка не могут контузии члена экипажа или не может ничего в танке сломаться но это всего лишь три секунды работает мне это изменение нравится поскольку я буду тратить меньше серебра на некоторых танках и это хорошо а те которые и так катались на маленьких я думаю будут рады что их ремка аптечки теперь могут намного больше но на мой взгляд люди будут еще больше себя чувствовать в бою безнаказанно и чаще играть активно агрессивно это конечно для скорости боя не совсем хорошо но насколько сильно это повлияет покажет время следующее что нас ждет это изменение стоимости в золоте суть этого изменения в том чтобы все танки одного уровня стоили одинаковое количество золота допустим прим танк 8 уровня 11000 золота что получается в рублях 1716 рублей надеюсь цифру я правильно запомнил но в общем 1700 рублей точно но это со скидкой 29 процентов которая сейчас у нас работает тут также есть примечание что указанные на инфографике значение будут актуальны только при сохранении этой акции а есть такая возможность что после того как эта акция закончится она действует месяц она продлится навсегда и мы вернемся к ценам 2013 года почему-то у меня было такое ощущение что это к тому и идет ну а по поводу того чтобы на каждом уровне все танки стоили одинаково тут есть какая-то логика поскольку ты заходишь смотришь один танк стоит чуть ли не два раза больше от другого думаешь и почему в нем чё пикселей больше или что непонятно но тут помимо того что танки стоят одинаково тут еще и 2d стиле 3d стиле и декоративные элементы тоже решили им указать одну и ту же цену но тут даже с камуфляжами они все в разную цену хаос какой-то непонятный такое ощущение что вот вот этот стиль намного круче другого и все а то что это все вкусовщина но тоже непонятки в общем и целом пока что мне по изменениям нравится все следующие слоты в ангаре за кредиты это тоже самое как и на и вот здесь ничего отличительного нет опыт на элитной технике мне задолбало эту галочку включать выключать которая есть у танка у которого все прокачано да либо же у прям танка либо акционного устали чем-то жертвовать и выбирать между боевым опытом и дополнительным опытом экипажа на технике с элитным статусом больше не придется теперь ускоренное обучение экипажа на элитной технике работает по умолчанию при этом боевой опыт также продолжает приходить на машину не вместо а вместе это конечно прикольно но даже если этот опыт приходит и экипаж все равно качается то он же на танке получается остается и висит получается это не распределенный опыт который просто на танке остается и потом его можно будет переводить свободку но у меня уже на аккаунте там шесть или семь миллионов этого опыта который можно за голду перевести в свободку если галочки вот эти все вдруг начнут автоматически сами работать и туда и сюда то конечно же экипажи начнут качаться всегда быстрее но и опыт будет копиться куда он там будет у меня допустим копиться я не знаю мне кажется там через год будет столько опыта но все равно чтобы его куда-то применить нужно перевести за голду к чему это приведет что у всех будет много нераспределенного опыта а как подтолкнуть его использовать или зачем он тогда нужен непонятно но изменения мне нравится потому что иногда даже забываешь эту галочку потыкать кстати вот из-за того что я забывал эту галочку тыкать у меня и накопилось около семи миллионов нераспределенного опыта а этот весь опыт мог уйти в экипаж но теперь он и туда и туда будет идти это хорошо по поводу новой ветки японских пт мы посмотрим на них на общем тесте поговорим про них пока что тут все и так понятно новая ветка ну и обновленный экипаж то что мне на ию не понравилось это то что там экипаж новые с новыми перками я конечно не видел как их переработали если их слабо переработали и то же самое оставили что и показывали нам раньше то это усиление турбобоев но у нас на ру регионе на супер тесте тестируют вообще без них старые перки но добавили к ним новые фишки и взяли самые хорошие те которые мне больше нравится во первых все перки становятся навыками работают все с первого процента как начинаешь качать это изменение мне нравится это хорошо также еще интересные вещи если кто не знал если вы заканчиваете бой и у вас раненый какой-то член экипажа то он получает меньше опыта там какой-то штраф работает и сейчас на супер тесте тестируется чтобы этот штраф убрать можете с мертвым экипажем заканчивать бой будет все по кайфу поэтому некоторые люди кому не лень в конце боя прожимают аптечку если кто-то в танке не живой также действие умения наставник будет распространяться в том числе и на командира это ускоренная там прокачка к это но было странно что весь экипаж начинает быстрее качать перки которые теперь становятся умение боевое братство работы даже если изучен только у одного члена экипажа вот это прям вообще камень преткновений об это спотыкаются прям все комьюнити мира танков не могут никак обойти это зловещее прокачать один перку всех членов экипажа на сто процентов теперь боевое братство будет работать даже если вы его одного чувака прокачаете но она конечно будет давать очень мало вот если бы его прокачайте у всех чуваков на сто процентов она будет работать на максимум также она как и все остальные умения будет работать с первого же процента что тоже радует это как говорится если гора не идет к магомеду то магомед идет горе если люди не могут за 12 лет прокачать боевое братство у всех и люди не могут понять что его надо качать до конца то вот сделали что она работает с первого процента еще им работает даже если у одного чувака качать здесь примут изменения для ленивых но на самом деле качать перка до ста процентов когда их уже много реально грустно ты перк выбираешь смотришь как он не работает и не работает очень долго поэтому это на самом деле хорошо поскольку приходилось переобучать экипаж ставят перки которые работают при 100 процентов в начало а в конец ставить которые работают с одного процента это каждый раз бесило но еще переработали интерфейс этого экипажа сделали его более понятным и информатив и все в принципе вот все изменения с экипажем которые у нас будут тестироваться на супер тесте и потом они пойдут к нам на общий тест нету никаких перков которые поощряют сбивание в куче это мне нравится надеюсь экипаж доведут до ума и не будут вводить какую-то ересь поэтому люди которые жаловались про перки принципе пока что можете выдохнуть а у что будет потом посмотрим вот принципе все изменения которые там тестируются на супер тесте мне все нравится визуально вот так вот со стороны смотришь вроде бы все в правильную сторону идет но это все нужно потестировать и посмотреть чтобы понять а как на самом деле она происходит действительно ли она идет в правильную сторону поскольку чтобы были видны все подводные камни нужно с этим пожить пока что это просто мы посмотрели в общем что да как пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво всем удачи и пока